Чё ты расслабилась? Тут тебе не детский сад, не санаторий, понятно? Напряги свои булки! Он бесит меня, у него талия уже, чем моя. Никто уже смотреть на твою попу не может, понятно. У всех она уже вот здесь вот. Он, оказывается, в парнику снимается. Да ладно! Скажи, что он хотел, что он тебе предлагал сейчас? Пофотографироваться. Пофотографироваться. Дорогие зрители, всем привет! На нашем сайте уже идет смс-голосование. На рейтинг участников между парнями и девушками. Спешите за них проголосовать. Ведь никто не хочет стать лузером и слететь с нашего проекта. И учтите, организаторы оставляют за собой право спасти кого-то из участников, кого вы, наши дорогие друзья, решили слить своими смс-очками. Но голосуйте, они так ждут вашей поддержки. Голосуйте, друзья! На нашем сайте в теме3.ру. Ждем! Вы на канале Бодимания. И это крупнейшее фитнес-реалити-шоу «Теперь ты в теме3. Новая жизнь». Трансформация участников проекта продолжается. И сегодня ребятам предстоит серьезное испытание. Съемки пройдут в одном из лучших функциональных клубов страны – «Клоков эндбаза Тим». Это место стало легендарным благодаря атлетам от «Куба» и атмосфере, царящей на площадке. На самом деле, я не знаю, что нас сегодня ждет, что нам сегодня приготовили в очередной раз организаторы. Я единственная, за что сегодня переживаю, чтобы не травмировали наших ребят. Потому что все-таки им еще выступать. И хотелось бы, чтобы они дошли на целые, невредимые до конца. Всем привет! Сегодня мы все с вами находимся на «Клоков базы Тим». Они уже испугались, они видят, что их ждет, и уже бешеные глаза в предвкушении ада. Сегодня будет много чего интересного происходить. Ну подожди, давай узнаем, что у них было на этой неделе. Наверняка у них там в хостеле что-то происходило интересненькое. Кто-то, я знаю, слился вообще. Пойдем к тренерам, узнаем? Пойдем. Что интересного за неделю у вас произошло? Ничего интересного, видно, что им нечего даже сказать. Пойдем, Вик, все-таки. Стоять. Подготовка идет полным ходом. Ребята прогрессируют и радуют наш глаз. Все стало лучше, да. Все, видимо, начали уже понимать, что реально времени очень мало. И начинают лучше соблюдать и диету, делать больше кардио. То есть я думаю, что сейчас уже наконец-то появятся у нас фавориты неплохие. И можно уже, да. Так нету фаворитов? Нет. Еще пока нет. Пока все дрова дровами. Вас так много? Вы когда-нибудь уменьшитесь вообще? Нет. Надеюсь, что нет. А почему Андрей так отходит в сторонку? Он сегодня не говорит о питании. Мы пытаемся не затопкать. Самое ценное, что у нас... Слушайте, у вас реально больше всех питания. Вы не обнаглели? Нет. Вы галяты при чем все-таки? Я считаю, что... А потому что мы круче всех пиарили. Мы больше всех тренируемся. Мы сильнее всех, поэтому нам нужно на единицу мышечной массы больше. Команда Желтых, привет! Здорово всем! Что, неделька как прошла? Уже отодрали рукава у тренеров? Нет, я сам вчера отодрал. Я ненавижу пол. Отдрали ли маяку у тренерши? Это ее? Нет. А это ее? Это моя. Юля сегодня боевая такая, посмотрите. Ты настроена сегодня, да? Да. Я буду сегодня командовать. Косячили бабы, получили, как сказать, уделение и все исправилось. Нет, ну сказали, что было, и говорят, что было. Вот самое яркое событие. Я увидел все. Все. Вообще, просто. Все бабы? Да. А мужики, мужики как? Они нормально, они нормально. Привет, ребят, всем привет! Привет! Привет, мы команда Level of Up! Вот так. Паша, расскажи, как переводится надпись на твоей футболке? Сложно сказать, знаешь, что... Как карьер? Бег, отстой. Бег, отстой. Да. То есть у тебя в команде никто не бегает? Качкам тяжело просто бегать. У меня все делают читмил каждый день, никто не бегает. Каждый день читмил. Мы хотим выйти самыми жирными. Да, чтобы контраст такой был. Вот расскажи, Витя, что за амулет у тебя и помогает ли он вашей команде? Это чтобы, знаешь, втыкать непослушным ученикам. Кто не втыкает, да? Витя, осторожнее, а то девочки без бюстов останутся. Ну да, я вот все посматриваю уже, не могу никак. Аккуратно. Оля уже отвернулась. У меня амулет. Да, очень даже хороший. Наши ребята, начиная с понедельника, уже боятся Клокова, боятся, что он придумает для них. Поэтому я вот вышла вперед и своим амулетом пытаюсь защитить их. Как мамочка. Мамочка-тренер, да. Буду задабривать. Я хочу сказать, чтобы все ребята, которые смотрят на нас, болеют за нас, отправляли смс-сообщение нашим ребятам, которые нуждаются в вашей поддержке. Ну и мы также нуждаемся в вашей поддержке, друзья. Так что будьте вместе с Вэпплаб. Мы бы хотели выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам, которые помогают ребятам в подготовке. Это самая вкусная и полезная еда, которая позволяет им не заморачиваться с готовкой и не покупать не взвешивать по граммам. Это Гроуфуд. Приехал курьер, все дал, они только с вами сказали спасибо. Реально, все очень круто. Также мы благодарим за техническую поддержку компанию Asus. Также хотим выразить благодарность хостелу Привет, который приютил наших спортсменов и во всем им помогает. Слушай, ну там им живется очень классно. Я сижу за их фотографиями, они постоянно нас зазывают в гости, мол, у нас там весело, классно скучать вам не дадим. И мы когда-нибудь дойдем. Доедем, доедем. И спасибо большое нашим спонсорам за предоставленное спортивное питание на оставшийся срок подготовки наших участников. Вы рады? Ура! Ну и сегодня мы собрались на клоков базы ТИМ не просто, чтобы получить спортивное питание и выгнать ребят. Сегодня будет очень круто. И хотелось бы представить самого Дмитрия Клокова сейчас вам, друзья. Здравствуйте. 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 Ну а расскажите нам, что сегодня ждет ребят? Постолк-постолк, вы все на сушке, мышцы неэластичные, нехватка всяких там моментов, да. Веса какие вы выберете? Просто я хочу, чтобы вы кайфанули. Девчонки подстегнули девчонок, пацаны между собой, померились банками, тестостероном и так далее, да. Вот поэтому веса на ваше усмотрение, на усмотрение тренеров, на усмотрение самих спортсменов. Вот такая тема вас ждет. Класс. Спасибо. Ну, мы знаем, что у нас сегодня еще звезды спортивные пришли. Олимпийский чемпион 2004 года по тяжелой атлетике Дмитрий Берестов. Хотел бы вам пожелать удачи. Знаю, что у вас трудные скоросоревнования, старты. Вот Дима не хотел вас пугать. Я вас тоже не буду пугать, но я попробовал, что это такое один раз здесь. Ну, скажу так, я чуть не умер. Поэтому я вас готовлю к тому, что вы все-таки не расслаблялись. Действительно, это будет тяжело. Но, как говорится, тяжело-то тяжело, но потом будет результат. Поэтому работайте, старайтесь, и будет результат. Так что вам успехов. Спасибо. Дмитрий Лапиков. Медалист Олимпийских игр в Пекине. Потяжело пить. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад присутствовать на таком грандиозном событии. Видно, что вы лето провели с пользой для дела. У вас через месяц ответственный старт. Я всем хочу вам пожелать подзарядиться сегодня энергией и выступить успешно через месяц. Удачи вам, ребят. Ребят, конечно же, сегодня ждет не просто тренировочка, а командное испытание. Да, и кто победит в этом испытании, тот получит иммунитет и сможет оставить одного из участников. Поднапрягитесь. Готовы? Готовы! Первая команда выходит, 4 человека на старт. Все, вы стоите здесь. Идет человек первый. Он должен закончить 20 толчков гири на грудь, толчок, вот 20 раз. Не обязательно он, на самом деле. Он закончил 10, устал. Он возвращается, передал эстафету, выходит другой. Наставником и тренером ребят на сегодняшний день станет серебряный призер Олимпиады Дмитрий Клоков. Он проведет между командами соревнования по кросслифтингу. Это сочетание кроссфита, тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. У нас сегодня в каждом элементе надо будет поднять на 20 раз, на команду. 20 раз поднять гирю, 20 раз поднять в тяге, 20 раз присесть. То есть, вот эти вот многоразовые работы, она не позволит людям выйти на большой вес, но в то же самое время они покуражатся, потому что всегда, когда мы приходим в зал, мы первое, что мы хотим, это мы хотим получить кайф, получить адреналин. Мы хотим побороться с весом. И не всегда это получается сделать, выйдя на большой вес, потому что не каждый день ты чувствуешь себя хорошо. Но когда ты поднимаешь маленький вес, но делаешь многоразовую работу, опять-таки он тебя ломает, он тебя пытается, ну, как сказать, задавить. Вот, и ты тем самым борешься, у тебя выбрасывается адреналин, вырабатывается тестостерон и так далее. Поэтому сегодня будут маленькие веса, это будет лайт, но все равно это будет тяжело, потому что это будет многоразовая работа. Первая команда, которая пройдет испытания, команда желтых «Риалфарм». Поехали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы хотим, чтобы правда, по-настоящему сейчас выложились на все 100%. Берегите локти, колени, суставы и голову, думая головой, но если вы сегодня не победите, вы знаете, что вам будет. Понятно вам? Ну что, все вместе! В! 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Могу сказать одно, что ребята начинают включаться, конечно поздновато, но моя команда включается по чуть-чуть, но есть пару козлов, которые до сих пор не включились, и сегодня мы их выгоним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чуть меньше месяца до соревнований. И я знаю, что им сейчас с каждым днем будет все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Я им просто желаю вот сейчас вытерпеть и не потерять ту работу, не потерять тот результат и сохранить тот труд, который они уже вложили. Просто донести, дотерпеть, потому что это будет тяжело. А сейчас испытания будут проходить команда Островит. И поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идет наша, и мы болеем за наших. Вот скажи мне, стартовало смс-голосование? Угу. Ты за себя сколько сообщений уже накинула? Еще не накинула ни одного, вообще некого. Еще ни одного? Только пост выложила. А можно за себя голосовать? А я вот не знаю, хотела бы у вас спросить. Я тоже не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже знаете, что стартовало смс-голосование? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, знаем. Конечно, знаем. И вы смотрели уже результаты? Нет. Нам не до этого мы готовимся к стафете. Нам не до этого мы готовимся к стафете. А вдруг вы там на последнем месте и вас выгонят в следующем выпуске? Ну что поделать, разорваться невозможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, для бикини, для мансфизика, это не так страшно. И наоборот, как-то разряжает атмосферу все эти танцы, кроссфиты. Вот сейчас мы в гостях у Дмитрия Клокова. Что касается бодибилдинга, не думаю, что это полезно. Вот. Но особого вреда, кроме как травм, получить здесь нельзя. Поэтому ребята будут осторожны. Что касается позитива, да, он присутствует от того, что мы здесь все собираемся вместе. Мы единая команда. И это хорошо их мотивирует. Мы сплочаемся, объединяемся и пытаемся победить другие команды. Вот в этих конкурсах, которые здесь проходят. Поэтому это я расцениваю как позитивный все-таки момент. Пацаны, можете вообще не напрягаться, даже не бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА